Итак, начало аккордеон Сюита. Не ошибаюсь, Новосибирск. Может быть, ошибаюсь, надо будет интересно посмотреть. По-моему, у меня из этой серии что-то было. Значит, проблемы. Его уронили, запали аккордовые кнопки. Не вижу. По-моему, основной, первый, второй ряд басовые на месте. Проблема у нас с звукорядом правой клавиатуры. Отсутствие клавиши. Далее не нажимается. Заблокировано несколько клавиш. Эта почему-то ушла. Не знаю, или с пружины соскочила она. Каким образом? Или, может быть, вклеивали и неправильно вклеили. Короче, сейчас ничего не могу сказать. Значит, есть у нас одна проблема. Пока не знаю, с чем связано. Это понятно. Это слева у нас сто процентов. Но вот видно, да, как прилегает мир здесь. Вот идут уголочки, уголочки. И вот что-то. Короче, что-то там торчит. Вполне возможно, что что-то попало. Гаечка, болтик, еще что-нибудь. Короче, тоже пока это надо вскрою, когда будет видно. Ну, отсутствие ремешков. Вот и сверху, и снизу. Вот. И здесь надо будет вклеить, придарим вот на одной отсутствует. Видимо отскочила и потеряя. Не знаю. Ну, вот так, да. Трещина на ремешках здесь есть. Еще тоже не смотрел четко, что там, в каком состоянии, трещинки есть и сверху, и снизу. Ну, вот так первоначальный осмотр. Может быть, что-то даже пропустил. Теперь вскрою и тоже дальше продолжим. Все. Продолжаем. Внутреннее состояние инструмента. Все это. А значит, ну, так вот. То, что работает, сразу покажу нормально. Вот. Штурки открываются, закрываются полностью. Здесь и здесь. Вот. На аккордовом резонаторе и на басовом. Вот. Это у нас басовый резонатор. Вот. И вот эта часть басового резонатора, там, где я отметил карандашиком, у планок практически везде есть трещинки по мастике. То есть, мастика отошла от планок. Вот. Здесь, 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 здесь. Вот. И здесь тоже вот предпоследние. Вот. При этом отсутствует бортик в розетке. Вот в этой вот пластине деревянной, в которой, так сказать, на которую устанавливаются по низу планки. Обычно сделан специальный паз, куда эти планки ставятся. И он поддерживает эти пластины. То есть, дополнительная гарантия их, так сказать, устойчивости на резонаторе. Вот. Кроме верхних гвоздиков. Ну, часто применяют на больших планках. Вот. Такое крепление. Ну, гвоздики. А здесь везде по резонаторам отсутствуют эти пазы в розетках. Вот. Просто вниз ровно идёт. Вот. Поэтому я бы, конечно, на фабрике по низу пускал больше мастики. Больший слой для гарантии. Но здесь практически её как бы отсутствует. Она даже, я бы так сказал. Вот таким образом. Значит, это мы имеем выпавшие планки с резонатором правого полукоруса. Вот они здесь. И тоже я карандашиком. Вот. В данном случае видно, да? Отверстие под, так сказать, воздух в розетке заходит. Да. Тоже отсутствует паз. Просто ровная пластина идёт. Нижняя форма розетки. Вот. Здесь, здесь, здесь уже имеются трещины. И дальше. Вот. При этом хочу сказать, что у нас кто-то заливал воском. Уж не знаю кто. Ну, хозяин какой-то из ранних. Вот. Весь край этого резонатора. Что там, для чего, почему. Я потом покажу правый полукорпус. С окнами там этого воска, как говорится, меренно и немеренно. Так. Положим. Следующий резонатор. Только средний резонатор. У нас вот видно воск, да? Вот. Ну, слава Богу. Как бы прилегание хорошее к деке. Вот так. К деке. Вот. Вот. И воск дальше не пошёл. Вот. А так бы пришлось бы, в принципе, всё счищать до дерева и наклеивать новую лаечку у полотнизя. Здесь тоже присутствуют планки, которые имеют уже, отходят от мастики. Здесь вот все три. Видно, да? Вот. По краю. По низу. Вот. Тоже моё сейчас сюда поставим. Вот. И третий резонатор. Вот. Здесь тоже. Вот. Черта стоит. Отсутствие совершенно мастики полностью. То есть, то ли на фабрике не залили, то ли она отвалилась. Не знаю. Тоже кто-то пытался воск налить. Видно, вот, ход, да? Вот. Тёмная полоса. Вот. С этой стороны тоже самое. Пожалуйста. Вот так. Это выпшие две планки. Здесь кто-то заливал планку. Видно, да? Вот. Может быть, заливали и всё потом решили тоже пролить. Для чего, не знаю. То есть, для меня это, так сказать, непонятен ход таких ремонтных работ или каких-то, да? До чего это делалось. Так, можно здесь оставить. Дальше что? Здесь у нас правый полукорпус. Вот. И мы видим, что здесь вот залит воск. С этой стороны вот паз тоже воска. Хорошо не попал вот туда. Ну, уж не знаю, хорошо или плохо. Дело в том, что, учитывая проблемы по левой механике, по правой клавиатуре, по смещению там и отсутствию клавиш, а вот плюс ещё добавляются планочки на резонаторах, то есть перевосковка инструмента. Вот. И тут надо хорошо подумать, так сказать. Вот. Вроде бы... Да. Хочу сказать, что регистровка в правой немножко не срабатывает. Сейчас покажу. Вот. Желательно добраться. До регистров. Так, добрался. Значит, смотрим, всё нормально. Открылось. Вот чуть-чуть не открывается. Ладно. Чуть не открывается, не будет считаться. Так. И вот раз. Вот это вот. Это более вариант такой. Недозакрытие. То есть вот шторка. Вот эта вот. Вот эта шторка. На последнем регистре, вот, она, так сказать, не доходит. Вот. Вот регистровый механизм надо снимать и смотреть. Подгибать, я так думаю. Там есть такой двойной в виде вилочки отвод, который закрывает с одной стороны пластину. А когда нажимается другой, он закрывает её. Видимо, нужно подгибать, потому что не доводит он. И что интересно, другой, другой доводит. Вот смотрите, раз, с другой стороны первый. Вот. То есть, если показать конкретно на механике, вот этот срабатывает. Это здесь всё у нас открыто. Здесь вот он всё закрыл, а вот этот вот не дозакрывает. Вот крайний. Проблема с ним. Вот это вот. В отличие от регистровки в левой, здесь шторки до конца вот не срабатывают. Не доводят. Ну, так вроде бы, как бы, вроде бы я всё рассказал, да. Значит, основная проблема – это механика, потом клавиатура. Вот. И пересохшая мастика на всём инструменте. Вот. Ну, это болезнь практически всех баянов, аккордеонов, гармонии. Потому что инструменты старые, Волтерд берёт своё. Вот. И, конечно, там, где бережно относятся, инструмент не падает, хранится хорошо, не стукают. Там с механикой, может быть, проблем нет. Но мастика в любом случае на старых инструментах вся пересохшая. Вот. И только гвоздики спасают, или же пазы на розетке. Если даже мастика отходит, то они, как бы, поддерживают всё-таки. Ну, тоже иногда всё равно вываливаются. Всё. Да, пока всё. Оказалось, что не всё. Я не показал мех, воздушную камеру. Значит, что у нас здесь? Там у нас были вопросы по поводу непонятного, так сказать, несмыкания барин в уголке. И вот оказалось, что у нас там торчат две планки. Одна побольше, вторая поменьше. Планки – это с резонаторов правого полукорпуса, правой клавиатуры. Потому что на левой там всё есть, но всё на месте, и в то же время половина с трещинами. Лишнее, так сказать, пример того, что с мастикой что-то нужно делать. Если рассчитывать пользоваться данным инструментом. Вот так. Ну, всё. Теперь всё, думаю. Просто забыл про мех. Да.